8 апреля отмечается праздник 100 лет военным комиссариатам Министерства обороны Российской Федерации. В этот день в 1918 году декретом Совета народных комиссаров об учреждении волосных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам были учреждены военкоматы. Сотрудников и ветеранов Ненинского военкомата чествовали сегодня во дворце Арктика. Военкомат в Ненинском округе образовался в 1938 году и после этого работал непрерывно. Более того, в годы войны и после нее в каждом районе был свой призывной пункт – Амдерминский, Нижнепечорский, Большеземельский, Канино-Тиманский. В августе 1939 года в округе состоялся первый призыв, а первым Ненинским военкомом стал политрук Сергей Панов. Сегодня на торжественном собрании в честь векового юбилея системы военных комиссариатов вспоминали вехи истории окружного военного комиссариата и говорили о его буднях. На военные комиссариаты в интересах вооруженных сил, других войск, формирования возглавляются следующие задачи. Это разработка планов проведения мобилизации русских транспрессурсов, предложение по вопросу удовлетворения мобилизационных потребностей вооруженных сил и других войск и формирований за счет местных ресурсов, исходя из возможностей субъектов сферации. Первый заместитель главы округа Юрий Мурадов поздравил собравшихся со значимым юбилеем, вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма губернатора Ненинского округа. Военные комиссариаты сегодня выполняют важные задачи. Это и мобилизационная подготовка, и военно-патриотическое воспитание, и проведение ущебных сборов, целый ряд других задач, которые для страны, для армии очень важны. Владыка Яков, епископ Нарьинмарский и Мизенский в своем обращении отметил, что служба военкомата чрезвычайно важна в воспитании воинского духа. Председатель окружного собрания депутатов Анатолий Мяндин в своем поздравлении отметил значимость работы военного комиссариата в Ненинском округе, поблагодарил ветеранов службы за преданность делу. Я вам желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых успехов в службе Отечества. У военкоматов много важных задач. Среди них подготовка и учет мобилизационных ресурсов, военно-патриотическое воспитание граждан, пенсионное обеспечение и соцподдержка уволенных в запас. Но для обычных граждан понятие военкомат неразрывно связано с призывом на военную службу. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.